Ничем особо неприметная деревня Тростань Новозыпковского района в одночасье стала известна чуть ли не всем жителям Брянщины. Вот уже несколько дней у жителей деревушки тема номер один, недавнее случившееся здесь из ряда вон выходящее происшествие. Средь бела дня грабитель напал на местного почтальона Татьяну Филимоненко, которая в тот день разносила пенсии селянам. Женщина сумела дать отпор. Ну вот здесь я проезжала по этой стороне. Откуда он или оттуда, или оттуда он выскочил, я не знаю. Я уже почувствовала на себе удар в спину, но начала притормаживать и хотела повернуться в эту сторону, получила удар и я тогда начала падать. Велосипед лежал на мне, но правая нога была свободной. Я не знаю, это чисто случайно или может и удача такая была. Я его ударила по лицу. Немножко задралась маска. Рассмотреть лица нападавшего женщина не успела, но какие-то приметы сумела назвать. Согласно ее показаний, в полиции отработали всех подозреваемых и подпадавших под описание личности. И на сегодняшний день уже практически уверены, кем был нападавший. За мгновение, пока длилось нападение, женщина испытала массу эмоций. Страх, наверное. Волнение. Я просто боялась, что их будет больше, а он оказался один. В тот день Татьяна не успела выдать пенсии ни одному из ее подопечных. Деньги доносил другой почтальон. Но ведь было же, что доносить, и все получили пенсии вовремя. Местные пенсионеры отзываются о Татьяне Филимоненко с большим уважением. Хорошая, привлекательная, всегда вовремя носит. Говорят, когда узнали, что произошло, были шокированы. Конечно, испугались. Одна вот живу, да и тоже боюсь. Было тихо. А что за горе такое случилось, не знаю. Испугались за Татьяну и дома. Переживал муж и две ее дочки восьми и двенадцати лет. Расспрашивали, как, что. Что я им отвечу. Говорю, дралась с дядей, да и все. Теперь для местных жителей Татьяна Филимоненко – настоящая героиня. Сама Татьяна не считает свой поступок геройским. В отделе почтовой связи Замишева работает уже шесть лет. Раньше как-то не задумывалась, насколько опасна ее профессия. Нет, я не считаю это геройским. Просто это чисто случайность. Удача, можно так сказать. К слову, из средств защиты у почтальонов только газовый баллончик, достать который в нужный момент просто нельзя. Вот и приходится, оставшись один на один с преступником, на большой дороге выкручиваться, рискуя жизнью. Может быть, какой-то человек приставленный. Ну и разрешение на оружие нам, естественно, никто это давать не будет. Ну вот, хотя бы, не знаю, человека еще одного приставлять хотя бы. Между тем, старожилы говорят, что в этих местах это не первый случай нападения на почтальонов. Что-то подобное уже было несколько лет назад. Тогда на двоих напали. Одна почтальонка лежала потом с сердцем в больницу, кардиология. Другая вообще тогда рассчиталась. Она была уже пенсионерой, она рассчиталась, она больше не смогла работать. Татьяна же, несмотря на случившееся, не собирается оставлять любимую работу. Говорит, очень нравится. Впредь только будет осторожнее. Нравится общение с людьми. Все это вот как-то... нравится работа. А ждут вот? Ждут, ждут как Бога. Когда приходят, улыбаются, хотят и накормить, и напоить. Как Бога ждут Татьяну почти 200 человек. Ежедневно она проходит и проезжает по 14 километров. Пообщавшись со съемочной группой новозыпковского телевидения, Татьяна села все на тот же велосипед, взяла сумку и отправилась по знакомым адресам. Она знает, ее ждут. А старики и старушки, безусловно, еще не раз скажут почтальону спасибо. Светлана Бухарова, Андрей Кириченко, Новозыпковский район.